Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», присоединяется к нашему эфиру. Иван, добрый день. Здравствуйте. Здрасьте, доброе утро. Ну вот, как у нас следует из сюжета уже и женщин, как бы активно из зон и колоний агитируют на фронт. Но хотелось бы с вами поговорить о предыдущем сюжете, где речь шла о том, что освобождают потенциальных мобилизованных от долгов по кредитам. И закон этот еще октября 2022 года. Я так понимаю, сейчас уже новый виток вот этих вот налоговых или как они, должностных каникул в обмен на подписание контракта. Да, это, собственно, было давно уже. И за подписание контракта с Министерством обороны полагается много самых разных льгот. Это и военная ипотека, это и деньги со всякими губернаторскими и прочими региональными надбавками. И, собственно, здесь, на самом деле, то, о чем вы говорите, это только часть тех льгот и того стимулирования, которое, собственно, государство предлагает для того, чтобы люди скорее быстрее бежали, подписывали контракт. Но как-то не бегут и не стремятся они к этому, потому что прекрасно понимают, что это смерть, а не игрушки. Так, а вот увеличилось ли количество желающих, учитывая эти все плюшки, которые уже только что озвучили, и учитывая то, что сейчас также в Кремле пытаются стянуть откуда только возможно еще ресурсы, хотя бы 400 тысяч в среднем, да, насобирают, чтобы продолжать оккупацию Украины. Вот как вы видите, много ли стало таких желающих, и много ли обращаются, что наоборот, которые не хотят в этом всем участвовать? Да, ну, слушайте, количество желающих никогда не было большим. Это Путин с Медведевым любят рассказывать какие-то басни про 300-400 тысяч человек, которые бегут скорее подписывать контракты. Это всегда было в порядке статистической подгрешности. Согласитесь, если бы их было много, то не надо было бы не проводить, то как минимум не надо было бы менять законодательство, связанное с призывом, не надо было бы проводить всякие разные мероприятия, типа обещаний денег, обещаний контрактов, обещаний военной ипотеки, обещаний всего на свете. Вот всего этого бы не было. Если бы было действительно большое количество желающих. Оно маленькое. И поэтому приходится выкручиваться, приходится искать новые методы, приходится врать, изгаляться. Они этим занимаются всю свою жизнь. Ну, а вот то, что в Московской области объявили самый массовый за 10 лет призыв на военные сборы, указ Путина о призыве на военные сборы, пребывающих в запасе, начал действовать с 1 марта 2024 года. И был обнародован, но в документе засекречены почему-то данные, количество мужчин, которых Министерство обороны должно будет собрать на военные сборы. По вашему мнению, что это на самом деле значит? Ведь сроки проведения засекречены. Ну, ведь призвали на сборы, а ведь дальше могут и на войну, или это не обязательно? Ну, про это были разговоры уже достаточно давно. И, по-моему, в последний раз это было как раз где-то год назад, когда появлялись подобные новости о том, что вот готовятся сборы, и там засекречено количество людей, засекречены цели, засекречены места, и все засекречено. Ну, как-то обошлось. Но в любой момент действительно эти сборы могут обернуться для людей подписанием контракта, потому что, как минимум, они этот процесс подписания контракта очень сильно упрощают. Еще шла речь, это Moscow Times, по поводу этих сборов московских. Ну, во-первых, упомянули, что это второй по численности регион России, 9 миллионов живет в Московской области. И вот второй момент я хочу с вами, так сказать, обсудить. Журналисты Moscow Times говорили с руководителями предприятий, конечно же, на условиях анонимности. Там списки мужчин, работников предприятия, завода составляют в среднем 20% от общего числа работников. Вот как вы считаете, реальны ли эти цифры? И если да, то, ну, на самом деле, с одной стороны, нужна промышленность для поддержания ВПК, а с другой стороны, нужны люди. Как вот это все будет сороизмеряться вот в таких темпах, если все будет происходить? Ну, слушайте, все ужасно измеряется в таких темпах. Уже сколько идет война точно. Это все продолжается, и выбор делают, и выбор делают всегда в пользу того, чтобы расходовать людей, чтобы уничтожать их, чтобы убивать их, чтобы лишать их будущего, чтобы делать их семьей несчастными. И будут делать выбор дальше именно в эту сторону. И никогда такого не будет, чтобы выбор сделали в пользу того, чтобы, например, люди оставались в целости и сохранности и продолжали работать. Всем плевать. Их задача – заткнуть те дыры, те бреши, которые образуются сейчас. Им нужно еще 400 тысяч, чтобы на этих 400 тысяч Украина могла израсходовать всю свою помощь, предположим, или какое-то нужное количество ракет. Вот замечательно, вот они эти 400 тысяч откуда-то выскребут. А то, что эти люди никогда не вернутся домой, никого не волнует, кроме самих этих людей. Их близки. Ну, а вот хотя бы то, что на эти сборы собирают в Подмосковье, да, самое большое количество за 10 лет, вот в Минобороны, ну, как бы этих людей собирают, а в компаниях, которых коснулась эта вся история, они говорят, что может повлечь проблемы в работе или даже временную перестановку деятельности многих компаний. Много ли предприятий и компаний подпадут под этот сбор, который будет касаться их работников? И как надолго это может продолжаться? Пока мы об этом не знаем, пока мы ничего про это не понимаем. Поживем, увидим, но в предыдущие, повторяю, разы, ничего этого не было. И это все не оборачивалось ничем, кроме, соответственно, разговоров и опасений. И это не приносило никаких кладов. Принесет ли в этот раз? Увидим. Иван, ну вот, как говорят, как говорится в этом документе, который свежий вот предоставляет нам Кремль, что все вот эти налоговые каникулы, помимо всего прочего, еще и хотят неким образом успокоить жен погибших россиян, то есть будут некие выплаты и так далее, и родственников мобилизованных. Мы вот в эфире Фридема на прошлой неделе задавались вопросом, как же Кремль может влиять на вот это движение «Путь домой», которое, ну, время от времени устраивает некие акции «Верните наших мужей» и так далее, кастрюли, стучат какие-то обращения, пикеты и так далее. Можно ли вот последнее постановление, последнее решение Кремляра оценивать еще и как элемент давления на женщин? Понятное дело, разгонять протесты женщин не очень для картинки масс-медиа, а вот таким образом повлиять, вероятно, можно. Ну, слушайте, мне кажется, это абсолютно благодарное занятие гадать, что в головах у этих людоедов. Ну, давайте мы будем еще и биографию сейчас выстраивать. Мы хотим помочь на психоаналитиках сэкономить? Ну, это бессмысленно, на мой взгляд. Они это делают для того, чтобы люди заткнулись. Это очевидно. Они это делают для того, чтобы никто там не создавал для них проблем. Заткнулись, обрадовались и пошли подыхать, решать их проблемой. Взяли под козырек, выполнили все требования партии и правительства. Ничего другого им не надо. Я не думаю, что они вообще куда-то просчитывают и думают о каких-то последствиях. О том, что будут думать потом про них. Ну, это для них не важно. Для них самое главное сейчас быстренько заткнуть дырку, чтобы все было тихо, спокойно, красиво, без шума и пыля. Им кажется, что они замечательно это придумали. Хотя на самом деле, конечно, нет. Да, ну и тут важно понимать, что не факт, что хватит денег на это все, потому что вот британская разведка отмечает, что любые платежные каникулы могут повлечь за собой долгосрочные последствия для российско-экономической ситуации и перспектив в том числе. То есть это долгоиграющая история, которая вот неизвестно, как они собираются выкручиваться в Кремле. Спасибо вам большое, Иван, за ваше участие в нашем разговоре. Напомню нашим зрителям. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Иди телеса» был с нами на связи. Оперативные новости. Эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.